Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу сделать малосольные огурчики. Ведь сейчас сезон огурцов в самом разгаре, очень много огурцов и уже просто свежие огурцы поднадоели. Поэтому, если вы хотите разнообразить свое меню, предлагаю сделать малосольные огурчики. Сегодня будет очень простой рецепт, без листьев хрона, смородины и вишни. Но если вы хотите вот такие вот классические малосольные огурчики, очень ароматные, то на канале уже есть рецепт, переходите и смотрите. Сегодня я предлагаю сделать очень простой рецепт из доступных ингредиентов, которые можно любить, не любить, а купить в любом магазине или супермаркете. Здесь у меня 700 граммов огурцов, потому что я делаю на двоих человек, и я не люблю, когда огурцы слишком соленые становятся. Но если у вас семья побольше, то можно уверенно умножать все ингредиенты на два. Отрезаем огурцам краешки. Малосольные огурцы без укропа, это уже не малосольные огурцы, поэтому берем укроп. Если есть вот такие вот зонтики, отлично. Но, конечно, их не так легко достать, если вы живете в городе. В основном это они есть у тех, у кого есть своя дача или свой огород. Тогда вот эти зонтики, это то, что нужно, потому что они очень и очень ароматные. Но если их нет, то берем обычный укроп. Берем банку стеклянную или лотоки, укладываем на дно зонтики укропа. А также обычный укроп. Берем 3 зубчика чеснока. Чеснок раздавливаем для того, чтобы он быстрее отдал все свои ароматы. Распределяем чеснок. Здесь у меня 500 мл воды, и я добавляю 1 столовую ложку без горки соли. Чайная ложка сахара без горки. Если не хотите, можете не добавлять сахар. Все интенсивно перемешиваем. Сверху укладываем еще укропа. И заливаем водой. Теперь закрываем крышкой, чтобы все огурцы были у нас в рассоле. Если вы это делаете в банке, то там проще. Вы просто доливаете рассол до уровня, на котором у вас огурцы заканчиваются. Чтобы все было в рассоле. Если у вас такая вот крышка, то хорошенько вот так прижимаем, чтобы тоже все было в рассоле. Ставим в холодильник на 12 или на 24 часа. Я люблю, когда огурцы слегка просолились, поэтому я могу есть уже через 12 часов. Если вы хотите, чтобы они побольше просолились, то оставляйте на 24 часа в таком рассоле, и будет вам вкуснятина. Огурцы уже полностью промалосолились. С этой пропорцией соли они действительно получаются малосольными. Если вы любите более соленые, то вы можете добавить чуть больше соли. Но я не люблю вот эти пересоленные огурцы, которые потом становятся такими сероватыми. Мне нравится, когда огурчики слегка соленоватые, вот такие ярко-зеленые, хрустящие, очень ароматные от укропа и чеснока. Добавляйте побольше укропа, по вкусу чесночка, и все будет очень вкусно. И действительно огурцы будут малосольными. Хрустящие, малосольные, действительно малосольные они, даже если у вас и два дня постоят, они не станут солеными. Они такие слегка соленоватые и очень ароматные, благодаря укропу и чесноку. Я надеюсь, что вы попробуете именно таким способом, потому что они действительно отличаются от тех, которые делают всегда по классическому рецепту. Они более нежные, вот такие вот зелененькие, очень ароматные и хрустящие. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов!